Всем привет, мои дорогие зрители! Наверное, я уже не помню, когда в последний раз я вот так вот за чашечкой чая, не в прямом эфире, не в каком-то влоговом режиме, а просто вот так вот сидя перед камерой болтала с вами. Я уже реально забыла. И надо признать, что совесть тоже хорошее дело. Нельзя забрасывать своих зрителей. Тем более, что сегодня я хочу выполнить запрос, поступивший от очень большого количества моих зрительниц. Очень долгое время я его откладывала. Были на то и веские причины, и просто занятость, и присутствие ребёнка дома. Потому что я сегодня буду говорить о вещах, которые, в принципе, не для детских ушей. И, одним словом, сейчас уже есть возможность у меня сегодня выдалась для того, чтобы поговорить на эту тему. Заранее скажу, что если кто-то меня из мужской аудитории смотрит, вряд ли вам такое видео будет интересно. Ну, тем не менее. Тема будет достаточно сложной и по своей сути, и для меня лично. И заранее, прежде чем начать свой рассказ, я даже не знаю, насколько долгим будет это видео, честно говоря, я особо к нему и не готовилась. Хочу такое вот, как в качестве предисловия, сказать, что, ну, тему, как вы уже по названию видели, что касается беременности, родов, постродового состояния, сейчас вообще и на Инстаграме, и на Ютьюбе, то есть это всегда была тема популярная, но сейчас она как-то особый такой бумовый характер приобрела. Все об этом говорят, все снимают видео, у всех, в принципе, направленность разная, потому что у каждой женщины свой подход к этой теме, свое восприятие, свой опыт. Тем не менее, я думаю, что кто-то меня может осудить за такое видео, за то, что я впоследствии сегодня расскажу из своей собственной практики. Кто-то, может быть, найдет успокоение для себя, может быть, в моих словах, потому что, знаете, бывают моменты в жизни женщины, когда тебе кажется, что ты одна единственная, проходишь через определенные трудности, переживания, физическую и душевную боль. И когда ты вдруг обнаруживаешь, что кто-то тоже через подобное прошел, а может быть, даже абсолютно идентичное, где-то становится психологически легче именно от осознания того, что ты не одна в этой ситуации. И вот в качестве предисловия я должна сказать, что всю свою сознательную жизнь, про детство я, естественно, свое не говорю. Несмотря на то, что я выросла в семье, где был врач, моя бабушка, педиатр, микропедиатр, человек, который всю жизнь имел дело с рожающими женщинами, с беременными, с новорожденными, я открыла глаза, и все, что я слышала в доме 24 часа подряд, это были безостановочные телефонные звонки, консультации, и вот все, что говорилось, ну, воля-неволе оседало у меня в голове. И несмотря на все это, я знаю позицию своей бабушки, я знаю позицию своей мамы, я знаю позицию очень многих людей советской эпохи, да, к этому вопросу. Но я хочу сказать, что у меня есть свой личный подход к этому, ко всему, и я испытываю, можно даже сказать, открытую такую, нескрываемую агрессию к людям, которые подходят к вопросам беременности родов и всего этого, что окружает женщину, с таким вот настроением, настроем, вернее, что ты обязана, нечего предаваться, поддаваться истерике, хватит тут распустилась, ничего страшного не будет, все через это прошли, ты тоже пройдешь. И вот все в таком вот ключе, многие из вас меня поймут. Меня это всегда, даже с детства, бесило. И особенно в сознательном возрасте, даже когда я была молодой женщиной, не родившей еще, не имевшей семьи, но меня это выводило из себя. Просто я испытывала самые негативные чувства к людям, особенно к женщинам, которые в отношении женщин такими были, ну, с мужиков, которые так говорят, хотя, кстати, мужики меньше такую агрессию выказывают в отношении беременных и рожениц, нежели сами женщины. И это для меня всегда было как-то каким-то парадоксальным явлением. Казалось бы, мы все, как говорится, в одной повозке, все мы женщины, но тем не менее, вот за границей, например, такого подхода нету. Но вот на советском и постсоветском пространстве еще таким вот шлейфом тянется это еще из советской эпохи, которую я очень люблю. Но вот этот момент меня всегда раздражал. Меня всегда бесило, что вот женщины, которые особенно работают в сфере медицины, или женщины постарше, не из этой сферы, но которые там уже мамы, бабушки и так далее, они как-то вот слишком жестко относятся к молодым беременным и роженицам. И, короче, еще я должна в качестве предисловия сказать, что мой случай и беременности, и родов, и постродового моего состояния, я сейчас, когда анализирую все это, пришло далеко не от того, что я оказалась в чужой стране, в абсолютно чужой для меня обстановке. Это тоже, конечно, свою роль сыграло, но по большей части свою негативную роль сыграло мое воспитание. Сейчас я объясню, почему. Меня, как единственную дочку, единственную внучку, не то что избаловали, нет, меня никогда не баловали, меня достаточно строго воспитывали, меня залюбили. Залюбили настолько, что всю свою жизнь, вот до замужества, ну, второе я замужество свое беру, я жила в каком-то огражденном от внешнего мира мирке, где за меня делалось абсолютно все. От меня только требовалось, чтобы я училась, вела нормальный образ жизни, соответствовала уровню нашей семьи, и все. Все проблемы внешнего мира, способы их решения, это все было настолько от меня отдалено и выкинуто так, что далеко, чтобы я этого не видела, что когда я реально столкнулась с определенными трудностями, я оказалась как будто вот закинутой на другую планету, с абсолютно другой атмосферой, другими жителями и другими какими-то реалиями. С одной стороны, кто-то из вас может послушать и сказать, ну вот, избалованная такая вот девочка-деточка, девочка-припевочка. Нет. При всем при том, меня воспитывали быть трудолюбивой, не чураться никакой работы. Я с детства наравне с мамой и с бабушкой им и на кухне помогала, и дом чистить помогала. То есть я не была белоручкой. Но вот психологически я в институте не знала, где находится бухгалтерия, чтобы платить за свое образование. Это тоже за меня делали. Когда я поступила работать после окончания института в банк, у меня был тяжелейший период, первый месяц, я рыдала каждый день, когда приходила с работы. Потому что для меня было просто нечеловеческим испытанием тупо постучаться в дверь и войти в комнату какого-то там начальника, руководителя какого-то отдела. Я просто приходила домой, меня трясло. Ну, поскольку дома врач был, я, в принципе, всегда тьфу-тьфу-тьфу была здоровым и ребенком, и девушкой, и женщиной. Никогда у меня, кроме стоматолога, не было никаких резонов ходить по врачам. И от врачебной темы я тоже была полностью изолирована, потому что любой какой-то недуг моя бабушка тут же ловила и как бы самыми безобидными способами это все устранялось. Вопросы каких-то женских обследований, каких-то вопросов, вот, касающихся женского всего, это все было от меня настолько далеко. И, ну, в общем, одним словом вы поняли, да, ситуацию. И, естественно, это не смогло меня не сформировать как истеричную достаточно личность. Потому что, когда ты выходишь во взрослый мир, волей-неволей, хочешь того или нет, ты сталкиваешься с тем, что не всегда тебе приятно, а иногда реально пугает и просто выводит из себя. Для меня банально просто даже кровь сдать, это могла быть история на несколько месяцев бессонных ночей, когда я в судорогах могла посреди ночи проснуться, просто от того, что я могла каким-то образом во сне или вот в полудрёме вспомнить, как вот этот инцидент со мной произошёл. И поскольку я была единственным ребёнком, единственной внучкой, и вокруг нас не было... так получилось, что никто не беременел и не рожал. понятие новорожденной для меня было как с какой-то другой планеты что-то. Фактически в каком-то аспекте я была очень развита, была начитанная, там, уроки и прочее, а в каком-то другом аспекте я была катастрофически инфантильна. И когда второй раз выйдя замуж, я это сделала в первую очередь осознанно, потому что я понимала, что мне 28 лет, и ни семьи, ни мужа, ни ребёнка в Армении... Ну, сейчас это уже не особо так преследуется возраст женщины, девушки, но ещё тогда, в далёком 2007-2008 году, это было достаточно большой проблемой. Я так сидела, думала, ладно, ну сколько можно, работа-дом, работа-дом. Пора бы и семьёй обзавестись, и как-то серьёзно на жизнь посмотреть. Я это всё понимала мозгами, но не сердцем. Ребёнка иметь я не хотела, ответственности на себя никакой брать я не хотела. Я просто понимала, что годы идут, и в какой-то момент я могу встать перед очень серьёзной проблемой. У нас, я не знаю, как в других странах, но у нас в Армении, сейчас не могу с точностью заявлять, но к разведённой женщине всегда достаточно сложное отношение было. И я просто поняла, что в какой-то момент я не то что ребёнка родить, да просто даже свою жизнь устроить не смогу нормально. И, короче, когда я забеременела, а делала я это сознательно, и у меня даже был, я в какой-то раж вошла, я думала, я должна этого добиться в своей жизни. Никаких у меня проблем с этим не было, как говорится, вообще вот. Поскольку физиологически я всегда была, есть и есть сейчас тоже очень здорово, у меня получилось это сразу, мгновенно. И о том, что я забеременела, я узнала в день регистрации в ЗАГСе. Я так даже подозреваю, что это, наверное, была первая неделя, как я забеременела, потому что я вообще свой организм очень хорошо знаю. И поскольку я здоровый человек, малейшее миллиметровое отклонение от какой-то нормы моей я тут же на себя ощущаю. Понимаю, что что-то не то. Я помню, мы спускались в регистрационный зал, и у меня резко закружилась голова, и такой небольшой приступ тошноты подкатил горло и ушел. И я... мгновенная такая мысль у меня пролетела, это же неспроста. Я дала себе какое-то время, еще одну недельку. Ну, мой организм, опять-таки, говорю, работает как часы. Сами понимаете, в каком аспекте. И, естественно, задержки у меня не было, и, соответственно, когда это произошло, я сразу же поняла, как говорится, тут гадалки не ходи, тест не покупай, уже все ясно. Ну, и, естественно, я пошла, купила тест, чтобы удостовериться. Ну, и, естественно, тут же он дал положительный результат. Я была дома одна, и когда я увидела эти две полоски, словами описать сложно ту гамму эмоций, которую я испытала. Первое, что я ощутила, у меня кровь прилила к ушам, у меня начало шуметь в ушах так, что я на секунду оглохла просто, какая шоковая реакция была. Потом это все схлынуло обратно. Я помню, я сижу вот с этой вот бумажкой с полосками в руках, я села на кровати, сижу, смотрю на эти две полоски, и громко сама вслух себе говорю. Ануш, ты ведь соображаешь, что все? Потом сама себе такая задаю вопрос. А что все? А то все, дорогуша моя! Все! Назад дороги нет! Оно случилось! Ты рада? Я такая сижу на эту полоску, смотря, говорю, не знаю. Потому что с одной стороны одна моя рациональная половина ликовала, что я добилась своего, без каких-то проблем, вообще без чего-либо. А вторая половина начала постепенно, как с нежным комом, вот так вот увеличиваясь, впадать в истерику, потому что я начала осознавать, знаете, таким резким, такой вот на быстрой перемотке, у меня прошли кадры перед глазами всего, что меня ожидает в ближайшие девять месяцев. И я пришла в такой ужас, что я, я уже не знаю, сколько я времени вот так вот сидела с этой палочкой в руках. Мой муж пришел вечером с работы, и я, ну, естественно, его обрадовала, попыталась изобразить на лице бешеное счастье и радость, потому что я в какой-то момент встала, посмотрела на себя в зеркало и сказала, так, нечего нагнетать обстановку, нечего распространять негативную энергетику, это вопрос ребенка, ты не имеешь права как бы сглазить сама то, что у тебя получилось, то, чего другие лечатся, борются, чтобы у них это в жизни было, у тебя, как это, по мановению волшебной палочки. Хватит, убери эту дури с себя. Ну и как-то траля-ля, все весело, я как-то смирилась с этой мыслью. первое, что я сделала, буквально через пару-тройку дней, я поскакала в магазин, нашла, где продают нитки вязальные, и поскольку я, естественно, не знала, кто у меня ожидается, я купила нитки таких нейтральных оттенков, ни туда, ни туда, и я с собой туда спицы отвезла, потому что я знала, что я буду вязать, и, короче, начала вязать свитера, жакетки, ну, на новорожденных, пинеточки, шапочки, потому что мне показалось, что это действо, оно мне поможет как-то смириться и принять этот факт и идти дальше, без какой-либо истерики. На тот момент я еще не знала, что из себя представляет аргентинская медицина, но все-таки истеричка во мне взяла верх, и два месяца подряд я категорически напрочь отказывалась вообще идти куда-либо, потому что, знаете, человек, который вырос в доме медика, который никогда со здоровьем проблем не имел, ну, беременность это не проблема со здоровьем, хотя она сама по себе очень странное состояние внутри тебя, а сознание того, что я не в Ереване, и что никого близко стоящего к медицине из ближайшего моего окружения нету, и фактически полагаться надо только на удачу, на какую-то чуйку при выборе врача, больницы и прочего, меня начало реально колбасить от страха, во-первых, от страха грядущих каких-то обследований, каких-то анализов и не знаю чего, меня просто переклинило, я должна сказать, что я так и не пошла к врачу первые два с половиной месяца, мой муж просто понял, что легче меня оставить в покое, нежели со мной бороться, беременность у меня началась, я уже сейчас не знаю, насколько это правильно было, неправильно в нормах или вне норм, но начало беременности, наверное, вот именно первые три месяца токсикоза я вообще не считаю, то есть я жила до шестого месяца в обнимку с унитазом, я каждую трещинку на нем наверное изучила до конца своих дней, я его буду помнить, то есть я могла просто понюхать воду и поскакать мгновенно туда, это я вообще не беру в расчет, я чувствовала себя омерзительно, у меня было ощущение, что я больна самой тяжелой формой гриппа, разве что только насморка не было, меня всю ломало, у меня было ощущение, что я вся горю, хотя температуры у меня не было, я горела вся, причем вот буквально с первых дней, первый месяц, у меня все болело, почему-то именно с первых дней у меня грудь распирала так, что у меня было ощущение, что у меня 25 номер, хотя как бы я особыми талантами не обладала никогда, дико болел живот, именно вот как бывает у женщин и девушек, и это было такое вот общее состояние, недомогание, это мягко сказано, что я ночами не спала, я просто садилась на кровати и вот так вот раскачивалась, просто чтобы как-то отвлечь себя от вот этих болезненных ощущений, и при всем при этом я вот я не могла себя заставить встать и пойти к врачу, видимо, потому что кроме того, что Аргентина мне с первого взгляда вообще не понравилась, мне дико не понравились сами аргентинцы, и видимо, исходя из всего этого, у меня уже пошло неприятие их по всем фронтам, короче, как говорится, знаете, человек предполагает, Бог располагает, и чего ты больше всего боишься и не хочешь, в итоге тебя как бы под зад шлепками сверху подводят к этому, как говорится, не отвертишься, и, короче, это я сейчас с улыбкой рассказываю, а тогда, значит, было уже примерно где-то к третьему месяцу подходило дело, я вообще ни в весе не набрала ничего, ну, можно сказать, что я за всю беременность набрала где-то 9-10 кило лишних, я как раз первые 6 месяцев ужасно худела, ну, потому что кроме двух бананов в день я ничего не могла съесть, пошли мы на свадьбу знакомых, я там отплясывала так, как будто вот это был последний день в моей жизни, я не знаю, какая вожа мне под хвост влезла, видимо, какой-то вот негатив накопился, тяжесть какая-то, и я, значит, так наяривала на танцполе, и, короче, буквально на следующий день сижу я дома опять одна, ну, муж, естественно, на работе, сижу, вышиваю, и тут чувствую, что что-то у меня на нижнем этаже не то. Я бегом, значит, проверять, и первое, вот у меня опять вот кровь к ушам, тут зашумело, начало там-там-там, ничего не болит, ничего не это самое, как говорится, водопад Ниагара. Я в ужасе звоню своему мужу, говорю, у меня дичайшее кровотечение, в общем, короче, весело живем. И это был первый день, когда я все-таки волей-неволей попала к врачу, причем, как говорится, вот реально мой вам совет, никогда ничего в жизни не бойтесь, или не признавайтесь себе в своих страхах, потому что именно то, чего вы боитесь, с вами гарантированно произойдет. Всю жизнь я не при... Для меня было понятие мужчина-врач, особенно в женской сфере, это вообще дичайшая дичь, и, естественно, первый мой опыт в этой сфере оказался, естественно, мужчина. помимо того, что у меня был шок от того, что со мной произошло, у меня был второй шок, как говорится, от самого этого факта. Ну, в общем, одним словом, меня отправляют... Я была, поскольку в таком состоянии, что я слабо чего соображала, на тот момент мой испанский оставлял желать лучшего, так, слегка что-то. Мой муж тоже, честно говоря, хотя он испанским идеально владеет, он был растерян, естественно, испуган, и, соответственно, что ему говорили, он то и слушал, буквально воспринимал, и я тоже на тот момент поняла, что тут уже капризничать невозможно, надо делать, что говорят. Ну, короче, меня отправляют домой с наказом как минимум недели две лежать. Я поблагодарила Бога за то, что меня ни в какую больницу не отправили, выписали мне энное количество таблеток, причем это были таблетки, которые надо было пить в три часа раз, даже ночью, то есть я должна была будильник себе ставить, чтобы просыпаться и их пить. И, короче, плюс к тому, что я была уже на этот момент в ужасном эмоциональном состоянии, моя ненависть к стране развивалась просто дикими темпами, этому еще очередную ложку яда добавляла, добавлял токсикоз, когда меня даже от запаха своей руки тянуло вырвать. И вот это вот постоянная тошнота, вот это вот состояние, когда я вынуждена весь день лежала одна, абсолютно одна, причем от токсикоза ни есть не хочется, ничего, я боялась вставать в туалет, потому что я думала, что если я встану, из меня опять что-то какие-то эти самые, я реально боялась, но муж на работу не ходить не мог, это как раз, причем такой пик был рабочего сезона, то есть не вариант был, понимаете, вот оставить. И, короче, пару недель, мне в тот день, причем, когда я к врачу пошла, мне сделали эхо первое, ну, вот это вот ультразвук. Распечатали его, мне дали не 4D или 4K, в общем, как это говорят, вот это вот, когда, как фотографию видишь, а обычный, черно-белый, с шумами на изображении. Я помню, я так лежала, рассматривала эту штуку, конечно, я пыталась читать, пыталась вышивать, пыталась еще что-то в постели лежа делать, но это, конечно, слабо помогало. Лежала на эту картинку, смотрела, и у меня вообще в голове не укладывалось, что вот то, что там, оно там внутри. И поскольку ребенок еще пока и не двигался, я так особо, у меня и не живота, такого не было, очень сложно было вот осознать, что то, что со мной сейчас происходит, оно может быть реально опасным и для него. И мои эмоциональные переживания тоже плохо на нем сказывались, но настолько дурно и худо было, что мне уже в какой-то момент было все равно, что плохо, что неплохо. Общая тоска по родине, вот эта вот неприспособленность в новом месте, тот факт, что я практически 6-7 месяцев из дома не выходила. Очень редко, только на выходные там с мужем погулять куда-то. Фактически всю неделю я дома была, потому что я боялась выйти. Потому что я не знала, в каком месте на улице меня припрет вырвать. И поэтому и вынуждена я сидела дома в крошечной квартирке в четырех стенах, вот таких вот абсолютно. Причем единственное окно в нашей комнате, в гостиной, так скажем, выходило на грязную стену дома напротив. Там даже улицы не было. Это был двор и грязная стена дома напротив. И компьютер был тоже единственным на тот момент развлечением, которое как-то могло отвлечься от чего-то. И, короче, этот период прошел. И, кстати, сказать, я должна себя погладить по головке и сказать спасибо своей бабушке, потому что с детства она меня приучала, что в какой бы ты ситуации ни оказалась, и что бы тебе из препаратов незнакомого бы не назначили, всегда читай инструкцию, что ты пьешь, даже если тебе очень плохо. А бабушка меня научила разбираться в медикаментах, в ингредиентах, в медикаментах самих лекарств. Ну, на тот момент, естественно, тот препарат, я даже не помню, что это был за препарат, курс один, который мне нужен был, чтобы предотвратить это состояние выкидыша, я его выпила, я честно пила. Потом мой муж позвонил этому врачу и говорит, у моей жены все прошло, никаких ни кровотечений, ничего, она себя чувствует, ну, нормально, не считая токсикоза, ни голова не кружится, ничего не болит. Тот даже не сказал, типа, приходите, я еще раз ее осмотрю, он просто сказал, да, причем это частная клиника была. Говорит, да, ну, знаете, давайте вы еще одну облаточку купите, пусть она еще недельку пропьет. Не так часто, ну, пусть попьет. Когда мой муж, купив это лекарство, вечером приходит домой, но он человек далекий от медицины, я его, собственно, в этом не винила, рассказывает мне, вот это все передает, в этот момент у меня здесь что-то щелкает, я говорю, так, Ануш, стоп, при беременности вообще лекарство пить достаточно опасно. Ладно, у тебя было ЧП, ЧП прошло. Что значит, на всякий случай пусть пропьет? Влезь-ка ты, Ануш, в интернет и посмотри, что это за лекарство. Я влезаю в интернет, и первое, что я читаю среди противопоказаний побочных этих самых, а я была в конце первого триместра, пишет, В случае передозировки препарата могут начаться дегенеративные, дегенеративное развитие половых органов эмбриона. То есть, по факту, если бы я продолжила пить этот препарат, еще неизвестно, с какими половыми органами и какого бы гермафродита в итоге я бы родила. Или с какими-то другими патологиями. Я так посмотрела, думаю, да, выкинула к чертовой матери этот препарат, и причем еще что? Выкидыш, это что такое? Это же ведь обильное кровотечение, в первую очередь. То есть, надо сделать все, чтобы кровь перестала идти. И что мне, вы думаете, вот этот врач мне помимо всего прочего назначил, и это, кстати, я ни одного раза не выпила. Моя бабушка как узнала, она чуть в обморок не упала, здесь сидя. Он мне назначает пять раз в день принять аспирин. А аспирин разжижает кровь. То есть, представляете, что бы со мной могло случиться? Я, короче, никакого аспирина не пила. Самое шикарное народное средство, которое останавливает кровотечение, вообще любое, это крапива. И несмотря на то, что меня жутко тошнило, мне принесли крапиву сушеную из аптеки, я заварила, я пила отвары крапивы, и мне кажется, что не это лекарство, а именно эта крапива очень даже неплохо на меня подействовала и помогла. Продолжение следует... Продолжение следует...